Комсомол – это фундамент моей жизни. Это годы моей молодости. По комсомольской путевке, разом с наученцами инших установ, поехала у Казахстан освоивать соляные земли. Я попала в Акмолинскую область, Терсаканский зерносовхоз. Парни занимались строительными работами. А мы занимались заготовкой сена. Сушили, подгребали, складывали. Мы все были направлены на уборку пшениц. Евгения Дмитриевна – упевненная. Миновито комсомол. Дал соправную путевку у житё, научил любить родиму, поважать минуло и имкнуться, робить усё для лепшей будущей. Я знала, что если ношу комсомольский билет, то и ответственность от меня повышена. Он воспитал, в первую очередь, требовательность себе, ответственность. И, конечно, мы любили нашу Беларусь, нашу Родину. Для миллионов юноков и девчат комсомол был соправданной школой життя. Давал уроки мужности, добра и справедливости. Вычился броуству и стойкости. Выховывал почутё отказности за всё, что отбывалось и навоку. Комсомольцы, они же выполняли очень большие поручения. Комсомол решал все основные производственные задачи, которые ставились перед ними и партией, и народом. Юнаки и девчата того часу не присутничали, а саправды жили у своём часе, зазначая Евгения Дмитриевна. Почутё огульности было завсёды высшей уласных интересу. Захавать эти принципы и передавать с наступным поколением была комсомолка, жадая молодёй сегодняшнего БРС. У Владислава Шарейк, от экрана Копиан, Телли, радиокомпания БРСТ.